Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах в OneState. С вами Данич и сегодня я вам покажу нечто новое. То, что по сей день никто не осмеливался сделать. А всё потому, что это просто колоссальный проект и колоссальная работа. Перед обзором без предыстории не обойтись. Сейчас я вкратце расскажу вообще, что такое OneState и в чём его уникальность. Вам понравится? OneState это первая полноценная ролеплея игра на телефоны и планшеты, написанная на собственном движке. То есть никаких лаунчеров качать не придётся. Это будет официальная игра, которую в одно нажатие можно скачать из Play Market или App Store. Да, вы не ослышались, App Store. Игра будет доступна как на Android, так и на iOS. На данный момент игра находится на стадии открытого бета-теста. То есть любой человек сможет скачать игру прямо сейчас и в нём поучаствовать. Тем самым помочь в разработке. Этот же поиск багов или тест нагрузки. Ссылки на скачивание как на Android, так и на iOS в описании. Как упоминалось выше, проект на собственном движке. Поэтому тут своя физика, своя графика и свои уникальные технологии. Помимо этого в игру вшит уникальный сетевой движок, благодаря которому вы можете играть с друзьями. Сервера выдерживают сотни игроков, поэтому на улицах OneState будет постоянно движуха и скучать вам не придётся. Если у вас слабое устройство, ничего страшного. В игре есть очень гибкие настройки графики, благодаря которым вы сможете запустить OneState на чём угодно. Поэтому проблем с FPS не будет. Возможно вы подумаете, раз всё так хорошо, то игра будет платной. Но нет. Игра будет абсолютно бесплатна как на Android, так и на iOS. В игре не то что не будет всплывающей рекламы, её не будет от слова совсем. Вы можете спокойно играть. Действия происходят на улицах у Лос-Анджелеса, которые в свою очередь из реальной жизни. На карте есть как богатые районы, так и криминальное гетто. Кстати, просто взгляните на ночной мегаполис. Что ж, думаю первые впечатления об игре у вас сложились. И они довольно положительные. Игра доступна, разнообразна, уникальна и мобильна. Что ж, но сейчас предлагаю переместиться на улицы OneState и убедиться во всём самим. Перед этим по-быстрому заскочим в меню, в котором есть просто куча возможностей. Расскажу про самое интересное. Магазин. Там вы можете покупать игровую валюту за реальные деньги. Причём в игре два типа виртовалюты. Кстати, функция конвертирования одного вида валюты в другую тоже есть. Сейчас расскажу то, с чем я столкнулся впервые. Призошло это в разделе услуг. Не за донат, а опять же за игровые деньги, мы можем приобрести субботы на авто, права всех категорий и многое другое. А также, кстати, менять ник. Права категории B я как раз таки купил с помощью этой функции. А приходилось ли вам видеть в игре на телефон макросы? Да, и они здесь предусмотрены. Вы можете их добавлять и сохранять. Это очень удобная функция. Если зайти в базу знаний, вы можете пройти туториал, где вам самое важное объяснят максимально просто и наглядно. Также есть и навигация. Там вы найдёте все здания на карте, с которыми можно взаимодействовать. Для удобства они, кстати, разделены на категории. Имеется и удобный инвентарь, в котором хранятся все ваши документы. Если вы нашли в игре баг, то есть специальная кнопка, нажав на которую вы сможете о нём сообщить команде разработчика. Кстати, в будущем будут доступны фракции, банды, задания и ежедневные призы. И это, к слову, не всё. Что ж, осталось заглянуть в настройки и можно переходить уже на улицы Ванстейта. А в параметрах у нас, как я и говорил, очень гибкие настройки графики. Тут можно прям всё под телефон настроить. Помимо графона можно менять управление и звук. Что ж, ну а сейчас самое время переместиться уже непосредственно в саму игру. Что ж, вот мы и появились на улице Ванстейта. Я уже прикупил машину, чтобы было удобнее передвигаться. Кстати, с машиной можно взаимодействовать. Это не только сесть в машину, но и включить фары, поворотники, запереть машину и завести двигатель. Есть как обычный чат, так и голосовой. В игре есть своя уникальная клавиатура, которая не городит полэкрана и очень стильно выглядит. Но если по каким-то причинам она вам не нравится, её можно отключить в настройках. Потому что сейчас можно посмотреть, что из себя представляет карта. Она, поверьте, довольно большая. На ней просто куча объектов. Это различные работы, услуги, госучреждения. Предлагаю для начала прокатиться до автосалонов. Их тут два. Обычный и премиум. О да, мы можем приобрести даже русский автопром. Вот вам и семерка, и Нива. Причем суммы, которая дается в начале, хватит почти на все машины в этом салоне. А точнее не хватит только на Audi Q7. Чтобы вы понимали, на старте я смог купить вот этот Ford. При покупке вы можете перекрашивать машину. В салоне премиум класса есть как люксовые авто, так и спорткары. Я бы, пожалуй, гелик-то бы приобрел. Ваш автомобиль может ломаться, и у него может заканчиваться топливо. Поэтому на карте есть мастерские и заправки. А если надоест машина, то можете слить её по госстоимости в утиль. Или же продать на рынке игрокам. Что касаемо заработка, то в игре есть пять работ. Водитель городского и междугороднего автобуса, таксист, доставщик и водитель грузовика. Кстати, и чтобы работать на автомобилях, вам необходимо получить права требуемой категории в автошколе. Или же приобрести их за век валюту, как это сделал я. Помимо этого, вы можете приобрести медикаменты в аптеке, а также еду и одежду в магазинах. Кстати, на сервере уже достаточно много игроков. Что ж, в игре есть ещё много функций, но самое основное я уже назвал и показал. А если вы уже играете в OneState, то отпишитесь в комментариях, что вам больше всего нравится в этой игре. На этом, в принципе, всё. Что ж, у игры однозначно просто превосходное начало. И вам стоит её действительно скачать и помочь в разработке. Ведь в финальной версии будет и багов меньше, и оптимизация лучше. Кстати, функции, которые недоступны сейчас, станут доступны в релизе. Напомню, что ссылки на скачивание бета-версии как на Android, так и найдётся в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.